Вега 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 Вегу Вега Вега Если сравнивать их, то видно, что у МВП был более сильный лейт. Против Шейкера, против Эсэва, против Бресла. Аккуратно далеко даже с Лордаром Ведрейчера идти не хочется. Это герой все-таки мид-гейм драки. Ну, такой, не совсем мид, может, а 30-е, 40-е минуты. И, собственно, чтобы подкрепить как-то вот такую мид-гейм драку, наверное, мне кажется, они взяли зомби, чтобы как-то вот там драться. Зомби хороший пик был, но, мне кажется, вот такой тоже позабытый герой. Давно его не было видно, как Тимберсол. Вот мог получиться, наверное, заехать туда. Как раз там были 4 силовых персонажа. Ну да, и против Бресла. 3-3 милишника, плюс Бресла очень хорошо срезает. Кстати, вот моментики можно поставить. Да-да-да, это самый первый такой. Ну, тут, на самом деле, конечно, МВП немножко странные вещи делают. Можно же Томбу убить быстренько, она первого уровня. Да, с четырех ударов она. Она умирает от двух героев, конечно, очень быстро. Но вместо этого они предпочли под 10-ю зомбаками идти вперед. Вот одна из драк, где, у меня есть, играл не очень здорово. Уже все очень плохо тут было, на самом деле. Кинул ультимейт только себе. Но это уже огромные проблемы здесь у Веги. Потому что убили они двух героев безответно, фактически. А дальше что ты будешь делать с СФом, у которого Саша Яша и Скади. Ну, он просто бегает и все. Ну, еще проблема в пике в том, что они законтрили, казалось бы, Бристлбека под виспом. Пикнув аж двух героев. Причем оба коры. И на СФу просто ничего не осталось уже. Да, они даже когда убивали Омни Найт, если в драке, если пытались его фокусить, MVP, собрали очень хорошие артефакты. Просто все артефакты на арморы. И Кираса была, и Владимир был, и Мека была, и еще Кримсон Гвард был сверху. Просто посмотрите, как живет этот Бристлбек. Да, даже при том, что, судя по моментам, очень похоже на то, что Омни Кнайт как-то не старался попадать, что ли, вообще по героям культовой своей. Там, в принципе, этого хватало, потому что герои, ну, просто супер жирные. И как их убивать, непонятно. Там вон тысяча зомбей, но всем все равно. В один момент там резали рейнджами, но там у меня Найт, и он действительно сейчас не очень велик, пока не соберешь таганим, и он не станет на всю карту. Поэтому, да, иногда бывает, что... А параичные перестали пикать против, как раз, этой связки тоже неплохо работает против Бистлбек. Они пикнули Виверну, они специально отдали этот пик, считая, что Виверна и, возможно, в какой-то степени Тускар, ну, там, с Сигилом, со своим, они как-то помогут законтрить. Но, правда, они, вот тут правильно сказал Андрей, они, по-моему, переборщили с контроль Эдакамбы. У них такое ощущение, что у них весь пик, чтобы законтрить двух героев, но ведь есть еще три. Они, конечно, качественно контрили, спору нет, но кроме убийства Виспа, у них ничего не получалось делать. Виспа и фокуса быстрого Омника. Этот пик контриться очень легко. Одним баном, и все. Она разваливается, эта комбинация. Можешь Виспа забанить, можешь и Бистлбека забанить. Как угодно действовать. Да, ну вот она, финальная статистика, последние карты. Вега 13 киллов, MVP, Фенинкс 21. Что ж, мы еще раз поздравляем ребят из MVP. Впервые надо интернешнл сыграть не одна корейская команда, а целых две. Ну, это вообще первый интернешнл, где будет играть команда из Кореи. И сразу две. Да, еще и две. Поэтому мы их поздравляем. Веге желаем удачи в следующем году, возможно. Мейджоры на носу, так что кто знает. Не время как бы расклеиваться и распадаться, потому что действительно будут еще турниры. Интернешнл важный турнир, но не единственный. Не надо ждать год, буквально тут уже на носу три месяца и все. Думаю, не будем долго говорить, но просто скажем нашим зрителям, что же нас ждет завтра. Завтра нас ждет первый день группового этапа The International. По пять матчей на каждом из стримов. Будет всего три стрима. У нас же будут матчи следующие. 19 часов по Киеву, вроде как сказал Виталий. Будет матч Cloud9 против LGD. Неплохое такое начало на нашем стриме. Качественное. Да, очень интересно будет понаблюдать за этими командами. Следом будут идти Secret против IG. Далее IG против ребят из... Фнатик и два матча Империи. Империя против Вичи Гейминг и Империя против Ехом. Такие матчи будут вот на нашем стриме. Мы их будем анализировать. На параллельных стримах, я думаю, вы сами найдете, где... Я могу, конечно, назвать все матчи, но это... Нам очень жаль, что к нам не попадают матчи Na'Vi в первый день. Мы, конечно, постараемся уделить им какое-то внимание. Ну, и Na'Vi, и Virtus.pro. Ну, вот будем смотреть за Импайр. К сожалению, нам не дают смотреть только СНГ команды. Ну, все-таки мы же можем краем глаза зацепить игру какую-то. И вкратце, если что, про нее... Скорее всего, так мы будем делать. Благодаря наших аналитиков шесть глаз, поэтому хотя бы два мы можем уделить играм наших команд. Конечно. Да. Ну что ж, это был достаточно... А можем три, например, глазути. Мы можем три глазути. Поровно, что ли. Это был хороший день. Wildcard дал прочувствовать уже потихонечку атмосферу самого Интернешнала. Особенно вторая карта MVP против Веги была достаточно крута. В общем, ребят, мы с вами прощаемся до завтрашнего дня. С вами был Иван, Ярослав, Сергей и Андрей. Всем хорошего вечера, хорошего утра. И до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok